Приветствую всех, с вами комментатор Олег Саламаха и сегодня мы с вами посмотрим как закончились партии в четвертом туре супер турнира London Chess Classic 2016, который проходит в рамках серии Grand Chess Tour заключительный этап в Лондоне. Итак, как обычно с вами смотрим сначала наименее интересные партии, ну и как обычно у меня игра Аниш и Гири всегда ассоциируется с самой неинтересной, как ни странно, на этом турнире. Ну что ж, белым играл Аниш и Гири, черным играл Уэст Лисо, лидер турнира и здесь у нас соперники быстро разыграли дебют ферзевых пешек. Значит, конь d2 e6, c3, cd, ed, конь h5, слон g5. Здесь сыграл Аниш Гири и на самом деле ход оказался новинкой. То есть ранее здесь отводили слона на поле e3, ну и в партии Домингеса против Юрия Криворучка в 2016 году черные развивались следующим образом. Ставили слона на поле d6, после конь e5 g6, слон b5, ферзь c7, то есть наращивали давление на пункт e5. После рокировки f6 прогоняли этого самого коня и после конь f3 играли просто рокировка. То есть конь здесь, естественно, никуда не терялся, на g4 можно всегда коня на f4 бросить. Ну и вообще конь сейчас может пойти, в принципе, на поле f4. Также он может пойти через поле g7 и на поле f5. В общем, здесь борьба была примерно равная и партия завершилась ничью. Аниш Гири же сыграл слон g5, вынудил ход f6, теперь отвел слона на поле e3. После слона d6 g3, в принципе, мы видим, что возникают практически то же самое. Рокировка слон g2. Ну вот здесь Вес Лисо сыграл f5, то есть потратил, конечно, темп он, потому что он вынужден был потратить темп на то, чтобы прогнать слона, который пошел на поле g5 и напал на ферзя на поле d8. Ну вот после f5 Аниш Гири ошибся. Аниш Гири ошибся, здесь он сыграл конь e5. С такой вот явной угрозой выскочить ферзем на поле h5, так как конь, как мы видим, на поле h5 такая вот лакомая мишень. Но ход оказался на самом деле неудачным, поскольку у черных нашелся очень сильный контрудар. Здесь лучше было сыграть конь g5. Ну с той же самой идеей, нападаем просто на коня. А если, например, ферзь e8, ну просто укрепляемся путем f4, ставим вот такой вот железобетон, каменную, можно сказать, стену, и потом конь через поле f3 идет на поле e5. Здесь у белых была хорошая позиция, но черные могли, в принципе, занять конем поле e4. То есть мы видим, что это такая обоюдная какая-то каменная стена, то есть белые ставят коня на поле e5, черные могут поставить на поле e4, но в общем позиция получалась примерно равная. А Аниш Гири сыграл конь e5 и, можно сказать, зевнул вот такой вот удар f4. Вот такой вот интересный прорезающий удар. Теперь на gf, конечно же, последует просто конь бьет f4, то есть конь выбирается, сразу же встает на удачное поле, нападает на слона на поле g2. Поэтому пришлось играть ферзь бьет h5. После fe, fe, конь бьет e5, de, слон c5. Ну вот здесь вот возникли у белых проблемы с королем. Слабая пешка на поле, как мы видим, e3, слабая пешка на поле e5. И здесь Аниш Гири предпринял отчаянное решение, то есть рокировка, конечно, была бы плохо, там ферзь b6 и начинаем к пешкам цепляться. Здесь он переходит форсированно в окончание, худшее для себя, но вполне защитимое. И Аниш Гири показал все свои лучшие качества, показав, что его очень трудно обыграть. Не зря он снискал, скажем так, славу вот этого самого огнеупорного защитника. Итак, ладья f1, слон бьет e3, пешка жертвуется. Но после ладья бьет f8, ферзь бьет f8, ферзь f3. Форсированный двойной удар на слона и на ферзя. Вынуждается вот такой вот переход в окончание. Вроде бы у черных преимущество двух слонов. Но здесь, в принципе, белые успевают вот таким вот образом c4 цепляться к пешкам. Брать нельзя, слон на поле d7 зависает, слон c6, конь d4. Ну а конь на поле d4 занимает идеальное блокадное поле, поэтому его вынуждены черные сменять. И после слона бьет d4, ладья бьет d4, возникает окончание с одноцветными слонами, с лишней пешкой у черных. Ну, которое долго, значит, пытался реализовать уэслисо. Вот мы видим, что как раз пешка на поле e5 упала. И вот это вот самое окончание, везде я посмотрел, везде у белых был достаточно хороший запас прочности. То есть мы видим, что Анишгири добился перехода, вот самое главное добиться перехода владения окончания, и ему это удалось. Вот, может быть, ход b5 был не очень точный. С другой стороны, непонятно, как здесь черным усиливать свою позицию. Может быть, следовало сыграть g5, чтобы не допускать, например, какой-то ход h4 в будущем. Но это все покажет анализ. А после b5, a4, выясняется, что брать-то нельзя, ладья на поле b2 провисает. b4, a5, ну вот здесь вот произошел форсированный переход в владейное окончание. И опять же, в очередной раз на этом турнире, афоризм, что владейное окончание не выигрывают, c получил тому яркое свое подтверждение. То есть окончание абсолютно равное. Как мы видим, здесь ни одна из сторон не может достигнуть прогресса. Ну и после вот этих вот всех маневров соперники на 56-м ходу согласились в ничью. Ну что ж, мы с вами посмотрели первую партию, а теперь давайте идем дальше. В следующей партии белыми играл Владимир Крамник, черными играл Максим Вашьева-Граф. Здесь у нас была разыграна после d4, конь f6, конь f3, g6, g3, слон g7. Значит, слон g2, d5. Это опять у нас дебют ферзевых пешек. Рокировка конь d2, конь c6, b3, e5, de. Вот такой вот интересный вариант предпринимает Максим Вашьева-Граф. То есть он играет e5, жертвуя пешку в духе такого Будапештского, знаете, гамбита. Играет конь g4. Ну теперь уже, как мы видим, черные нападают трижды на эту пешку. И белые не в состоянии ее удержать. Ну вот здесь ранее все белые, кто играли, они играли слон b2. То есть вот таким вот образом. И после конь бьет e5 играли ферзь c1. Так как угрожало конь бьет f3, слон на поле b2 оказывался незащищенным. И после конь бьет f3, конь бьет f3, слон g4, ладья d1 и ферзь e7. То есть черные не цеплялись к пешке на поле d5, не защищали ее, а сами атаковали пешку на поле e2. Ну и после h3, слон бьет b2, ферзь бьет b2, слон e6. Получалась вот такая вот позиция, она примерно равная. Ну у белых, можно сказать, чисто такой символический перевес. Связанный с тем, что пешка на поле d5 все-таки может быть атакована слоном с поля g2. И слон с поля g2 выглядит явно лучше, чем слон на поле e6. Ну а Владимир Крамник показывает принципиально другой подход. Опять же, это новинка. После конь g4 последовал c4, вот такой вот интересный ход d4 и конь e4. То есть пешку на поле e5 обратно белые, конечно же, отдают. После конь бьет e5, конь бьет e5, конь бьет e5, слон g5. Вот посмотрите, какой интересный ход сделал Владимир Крамник. Он не играет сразу слон b2 с нападением на пешку на поле d4, поскольку в этом случае слон на поле g7 работает. А применяет так называемый стратегический прием-исчезающий ход, о котором я подробно рассказывал в рубрике «Стратегические приемы». В одном из самых первых выпусков. То есть он играет слон g5, вынуждается ход f6, а теперь, когда слон закрыт, слона возвращается обратно. И, как я говорил в своем вот этом видеоуроке про исчезающий ход, то, что это ход, который оставляет последствия. То есть теперь мы видим, что слон встает на поле b2, атакует пешку на поле d4, а слон на поле g7 становится туповат. Ну, поэтому Максим Ашевограф играет f5, то есть опять же возвращает. Здесь, конечно, заслуживал внимания опять же ход слон g5 и на ферзь e8 уже сыграть конь c5. Ну, Владимир Кравник уже не стал второй раз применять тот же самый прием. Он сыграл сразу конь c5, c6, слон b2, ферзь d6. То есть после e3 вот такого вот сильного удара, ну, понятное дело, что брать на поле d4 было нельзя из-за хода конь f3. Там слон на поле g7, как говорится, сразу же вступал в игру. То есть здесь вот покажу, что после ферзь d6, конечно же, грубой ошибкой было бы, например, сыграть ферзь бьет d4. То есть после ферзь бьет d4, слон бьет d4, но конь f3, ну, здесь, как говорится, говорить не о чем. Здесь еще в конце и двойной удар получают белые. Ну, а после ферзь d6, e3, вот такой вот интересный ход, теперь брать нельзя из-за ферзь бьет d6. Поэтому пришлось играть конь бьет c4, ну, ферзь бьет c5 было бы гораздо хуже ввиду ed. Поэтому конь бьет c4, слон бьет d4, слон бьет d4, ферзь бьет d4. Произошел у нас такой вот переход в окончание, водя d1, конь b5. Ну, вот здесь вот, может быть, не стоило Владимиру Кравнику допускать ход b5. Мне кажется, здесь сильнее было сразу сыграть d5 и задать вопрос пешке на поле c6. То есть, здесь у белых был бы перевес, коня на поле b5 не пускаем. Но это такие, знаете, мелочи. Водя d1, конь b5, d5, конь c3. Вот в чем вся разница. Все дело в том, что конь успел напасть на ладью. Поэтому здесь Владимир Кравник принимает интересную комбинацию, применяет. Значит, играет dc, после конь бьет d1, слон d5 шаг, сначала отбрасываем короля, король h8 и теперь cb. Двойной удар и после слон бьет b7, слон бьет b7, выясняется, что как бы черные не играли, они качество обратно, как говорится, проигрывают. Ну, потому что конь еще висит. Владя e8, это же был бы грубый ход ввиду Владя бьет d1. Поэтому Владя d7 натыкается на вилку конь e6. Владя e8, конь бьет d8, Владя бьет d8. Ну, вот до этого момента явно игроки оба соперника досчитали. Значит, каждый здесь считал, что черные, наверное, считали, что удержатся. Белые, соответственно, считали, что у них перспективная позиция с перевесом веншпиле и образованием, возможность образования проходной пешки на ферзевом фланге. Ну, и здесь вот Владимир Кравник сыграл король f1. То есть, понятно же дело, что на Владя d2 последует король e1 с двойным ударом. Но здесь я посмотрел в анализе намного сильнее играть a4. То есть, давайте вот посмотрим вот эту позицию. Она, по сути дела, критическая. И давайте перевернем цвет доски и посмотрим ее поподробнее. Итак, здесь вместо хода король f1 заслужил внимание ход a4. То есть, белые сразу же начинают продвигать свои пешки. И ключевой вариант такой. Владя d2. А иначе что делать? Черным просто белые иначе консолидируются и образуют проходную пешку. Надо цепляться. b4. Не обращаем никакого внимания. Ну и здесь принципиально два разных пути у черных. То есть, первый путь связан с ходом Владя d4. Нападаем на пешку на поле b4. Белые играют слон c6. Теперь, как мы видим, Владя не может брать на поле b4, потому что конь подвисает. Ну вот, конь c3, Владя e1, то есть, почему их сыграли слон c6? Чтобы ход конь c3 не нападал на пешку a4. Теперь слон с поле c6, пешку a4 держит. Ну а после Владя бьет b4, Владя e8, шах, король g7, Владя e7, шах, король f6 и Владя бьет a7. Получалось вот такое вот окончание. Здесь у белых здоровая лишняя пешка, проходная, с сильным слоном. Ну, у черных тоже есть какая-то возможность контр-игры. Ну вот, скажем так, черным здесь был бы, мне кажется, гораздо сложнее защищаться. Ну а второй вариант, связанный с отчаянной контр-игрой. То есть, черные играют конь бьет f2. Значит, на b5 они играют Владя b2, не пропуская пешку на поле a5. Если ее пропустить, то можно сразу сдаться, поскольку там сразу пешка идет ферзи. Ну а после Владя c1, Владя вот таким вот образом освобождается. Конь g4, нападаем на h2, h3, конь e5. И мы видим, что нету хода конь f3, потому что слон на поле b7 стоит. И здесь Владя c5. Вот здесь вот у белых серьезный, мне кажется, перевес, поскольку белые консолидируются. Они прогоняют коня. Далее они просто заходят Владей за пешкой на поле a7. И здесь у белых будет две связанных проходных. То есть, вот здесь вот, мне кажется, спасение черных... Ну, то есть, большой вопрос вообще, спасутся ли здесь черные. Поэтому, может быть, заслуживает большего внимания ход Владя d4. Вот этот ход оставляет больше, скажем так, шансов на спасение. Ну, Владимир Крамник сыграл король f1. После этого Максим Ашевограф успешно уравнял позицию. И давайте досмотрим эту партию. Итак, в партии было сыграно король f1. Конь c3. a3. Ну вот, еще один момент. То есть, здесь Владимир Крамник сыграл a3. И интересный такой ход, но при этом получилось так, что окончание ничейное. То есть, здесь он рассчитывал на окончание слом против коня. Но оказалось, что ресурсы борьбы для черных здесь достаточно велики, ресурсы защиты. Здесь еще заслужил внимание ход король e1, не пуская Владю на поле d2. Теперь a5. Ну вот, наверное, скорее всего, этот ход не нравился Владимиру Крамнику. Теперь очень тяжело, скажем так, продвигать свои пешки. На a3 просто следует водя b8. Ну а на a4, водя b8, здесь находится ход водя c1. Теперь понятное дело, что после водя бьет b7, водя бьет c3, ну здесь у белых явно какие-то есть шансы, поскольку у них образуется проходная пешка. Ну вот, точный ход комь бьет a4 рушит все надежды белых на перевес. После b8, водя бьет b7, водя c5, просто водя a7. Ну и это окончание, как мы видим, 4 на 4. Здесь у белых, как говорится, чисто символический перевес. То есть, да, король вроде бы активнее, но, конечно, такие водейные окончания здесь держатся. Держатся и достаточно успешно. Ну а в партии было сыграно a3. После этого уже позиция упростилась. То есть, вот здесь вот не удалось Владимиру Кравнику перейти в водейное окончание. Конь b5, пешка на поле a3 зависла. После водя c8, водя бьет c8, слон бьет c8, конь бьет a3. Вот здесь вот издалека Владимиру казалось, что марш короля, скажем так, вот сюда пока нельзя. Но вот такой вот марш короля к пешке на поле a7 даст большой эффект. Слон все-таки фигура дальнобойная. Но выяснилось, что конь у черных также очень прыгучий. Итак, король e2, конь b5, король d3, король g7, слон d7, конь d6. Пока короля не пустили на поле c4. И мы видим, что самое главное, что черные очень быстро наводили контур-игру. Они пристали к пешке на поле f3. Теперь на f4 последует просто конь g4 и снова начинают цепляться черные. Поэтому слон e2. Но теперь вот мы видим, что черные быстро успели накинуть свои пешки. Опять же угрожает f3. Ну и вот если бы черные, как это, стояли на месте, то белые, конечно же, пришли просто к пешке на поле a7 и выиграли. Но черные, как мы видим, идут в очень отчаянную такую контратаку. Здесь все у них посчитано. То есть черные пока, как мы видим, белые, вернее, пока не успевают прийти к королям на поле c6. Конь на поле e5 вырезает все поля. Поэтому пришлось идти за пешкой на поле f2. Но в этом случае король, как мы видим, очень активизируется. Король встает на поле f4. Но и здесь стало ясно, что ничья не за горами. Поскольку черные очень сильно активизировались. Конь f4, здесь уже и черные могут на победу поиграть. Поэтому Владимир Крамников здесь решает свернуть игру. Король e4, конь бьет h3. Король f5. Ну теперь угрожает сам бьет h3 и король бьет g5. Поэтому ход конь f2 вынужденный. Ну и с падением, вернее, разменом вот этих пешек g5 и g4 все стало ясно. Черным осталось лишь отдать своего коня за пешку, что они успешно и сделали. И соперники согласились на ничью на 61-м ходу. Ну что ж, вот такая вот интересная здесь получилась партия. А мы с вами идем дальше. В следующей партии белыми играл Фабиана Круана. Черными играл Ливона Ронян. Здесь у нас была разыграна, значит, испанская защита. Испанская защита, это я хорошо сказал. Испанская партия, конечно же. И после слон b3, как ни странно, здесь сыграли черный слон e7. То есть, ранее здесь все играли слон c5. Ну и после a4 b4. Получался вот такой вот вариант. Так играл белыми Аркадий Найдич против Антона Гуяро в Барселоне в 2016 году. Ну и сейчас черные предпочли вот такой вот скромный ход слоном. Слон e7. А4 b4. Ну и как мне кажется, слон на поле e7 стоит, конечно, крепко, но хуже, чем на поле c5. Конь d2, слон c5. Поэтому вот Аронян, как говорится, исправляет свою оплошность. То есть, место слону, естественно, на поле c5. Но теперь черные потеряли темп. Но в закрытой позиции, знаете, этот темп не очень чувствуется. Конь f1, d6. Конь g3, конь d4. Конь бьет d4, слон бьет d4. Произошел вот такой вот размен. Далее белые, как говорится, провели программные c3, d4. То есть, провели программный подрыв центра. Слон e6. Ну и вот здесь вот соперники быстро вот так вот все упростили. То есть, с доски ушли у нас легкие фигуры. Ферзь g5. Нападение на пешку на поле e3 и на коне на поле g3. Король h2. С радостью эту пешку отдаем. Брать ее пока не очень-то и хорошо. Там ввиду ладья бьет f8 и ферзь b7. Ну а после а5. Ладья бьет f8, король бьет f8, ферзь b7. В принципе, получилось то же самое. Но слон b6. Слон защитил все слабые пешки. Ферзь c8, шах. Король f7. Ферзь d7, шах. Ферзь e7. Ферзь b5. Ну и вот последний, можно сказать, момент. Здесь черные сыграли g6. Белые ответили конь f1. И угрожает c4, c5. Такой вот неприятный план. Но черные за счет активности добиваются ничьей. Они играют ферзь g5. Теперь, если c4 играть, то просто обратно ферзь e7. И стоим. Выясняется, что после d, e. d, e. Ферзь бьет e5. У черных есть сильный ход ферзь f6. Нападаем одновременно на... Так, прошу прощения. Нападаем одновременно на коня и на ферзя. Если меняться, то здесь у черных вообще сразу же перевес. Потому что король идет на поле e5. И все пешки белых сыпятся. Поэтому сильнее всего сыграть, конечно же, ферзь f4. Ну и здесь после g5. Вот таким вот образом, опять же, черные пытаются вынудить здесь размен. И просто ферзь f3. И вот таким вот образом стоим. Здесь черные могут сыграть и король e7. Пококетничать. И за счет того, что у белых очень слабые пешки, здесь они не могут добиться прогресса. Здесь позиция примерно равная. Ну а после ферзи g5 был сыгран конь d2. То есть, Круана отдал эту пешку. Ферзь бьет e3. И просто объявил вечный шах. Вечный шах черному королю. Все дело в том, что убегать здесь никуда нельзя. В этом случае можно, как говорится, только проиграть. То есть, тут еще можно и доиграться. Поскольку, что, собственно, делать? Теперь на король g5 последует конь f3. Король h5 и g4 мат. Ну а на король h5 последует, соответственно, g4 шах. Тоже мало приятного. И на король g5 конь f3. Придется отдавать ферзя. Поэтому здесь черные никак не могут играть на победу. И соперники согласились на ничью. Ну вот такая вот коротенькая партия, которая, в принципе, содержала немножко в себе закулисных таких вариантов. Но не так и много. Ну что ж, а теперь мы с вами идем дальше. В следующей партии белым играл Вишонантан Ананд против аутсайдера турнира Майкла Адамса. И здесь у нас получились интересные события. Итак, была разыграна итальянская партия. Снова у нас этот самый Джо Копиано. То есть, тишайшая итальянка. Рокировка конь d2, конь e7, слон b3, конь g6, d4, слон b6, конь c4. Ну здесь особо говорить не о чем. Опять же, это все теория. И здесь черные обычно играли слон g4. То есть, они связывали коня на поле f3. После h3 уводили слона на поле e6. Вот таким вот образом. И после а4, слон бьет c4, слон бьет c4, играли c6. Ну вот здесь вот одна партия была. Ковалев играл против Носова в 2008 году в Алуште. И белым здесь удалось добиться победы. А в партии у нас возникло нечто похожее. То есть, после конь c4 сыгран слон e6, только без включения ходов слон g4 и h3. Ну, h3 все равно, белые сыграли. c6, что-то, видите, получилось нечто похожее с перестановкой ходов. Но только не было хода а4 у белых. Итак, dc, dc, конь бьет e5. То есть, мы видим, что белые здесь выиграли пешку. Черные ее пожертвовали. Итак, конь бьет e5, конь бьет e5. Владя e8, ферзь бьет d8, владя бьет d8. Но за счет вот этой вот самой активности, пешка на поле e4 у белых здесь также страдает. Слон c2 сыграл Вишанатан Ананд. И здесь уже Адамс, Михаил... Михаил. Майкл Адамс ошибся. Здесь он сыграл очень экстравагантно. Он, можно сказать, предотвратил какой-то ход f4, который пока и не угрожал. Слон на поле b6 стоит. Здесь он сыграл g5. То есть, вот таким вот образом завоевал пространство на королевском фланге. Но здесь он мог просто сразу уравнять позицию. То есть, приглядитесь к этой позиции и попробуйте понять, как здесь черные могли сыграть. Ну, а я вам, соответственно, покажу правильное решение. Не будем уж переключать цвет доски. Здесь вариант достаточно форсированный. Слон бьет a2 здесь, конечно же, заслуживал внимания, так как конь на поле e5 оказывается пушечным мясом для ладьи на поле e8. И после конь бьет c6, как говорится, погибать так с музыкой. После bc, ладья бьет a2, конь бьет e4. Вот здесь вот эта пешка падает. Это важно было заметить. И на слон бьет e4 есть ход f5. Теперь ладья на поле e1, как мы видим, провисает. Ну, брать, отмечу, что ладьей, конечно же, было нельзя. В этом случае здесь могли возникнуть у белых еще и проблемы. Какое-то окончание такое получалось, довольно-таки неприятное. Но, скорее всего, примерно равное. Ну, а после слон бьет e4, f5, ладья a4. f4 взяли слон e3. Сразу, конечно же, опять же, брать нельзя было, ввиду того же шаха на d1. Ну, после вот этого пешка на поле e4 теряется. Но получается абсолютно равное ладейное окончание. Поскольку черные за счет активности, тут еще и две пешки атакованы у белых. Получается просто ничья в ладейном эншпиле. Ну, а было сыграно g5. После этого у черных начали возникать проблемы. То есть конь f3, g4, конь d4, g, h, слон бьет h3. Ну, вот мы видим, что черные вроде бы пешку отыграли. Итак, ладья e3. Сильный маневр нашел Вишонатан Анант. Ладья идет на поле g3. Слон g4, по сути дела, единственный ход. Ладья g3. Итак, слон c7. f4. И мы видим, что угрожает просто e5. Опять же, ход h5 вынужденный. Ну, e5 последовало. Конь d5. И, в принципе, черные здесь защищались хорошо. То есть вот они нашли вот это единственные ходы. Слон g4, h5. Здесь Анант сыграл слон f5. Слон b6. Еще одно сильное решение. То есть черный, как мы видим, давит на коня на поле d4. Слон бьет g4. hg. Ладья бьет g4. Король f8. То есть белые все-таки выиграли пешку. Слон d2. Король e7. И вот здесь борьба, по сути дела, закончилась. Здесь Вершанантан Анант сыграл король f2. Такой вот, ну, логичный, казалось бы, ход. Ладью введем на поле g1, либо на поле h1. Скорее всего, наверное, на поле h1 он хотел вывести свою ладью. Но зевнул симпатичный контрудар со стороны черных. Здесь правильно было сыграть f5. f5 вот таким вот образом ограничить черного короля. И после ладья g8, ладья бьет g8, ладья бьет g8. Вот теперь уже можно сыграть король f2. Здесь у белых сохранялся перевес. В виде лишней пешки. С другой стороны, черные здесь тоже, как говорится, за счет активности мало рисковали. То есть анализ показывает, что здесь черные держатся. Ну а после короля f2 партия закончилась просто незамедлительно. Ввиду симпатичного удара конь бьет c3. Теперь на слон бьет c3, просто слон бьет d4. И черные отыгрывают пешку. Ну а после bc ладья бьет d4. Вот такой вот симпатичный удар. И на cd слон бьет d4 шах. Двойной удар на ладью и на короля. И после слон e3 соперники просто согласились на ничью. Ну просто потому, что слон бьет a1 и белые могут сыграть слон бьет a7. То есть здесь пешки меняются. На ладья a8 еще мы успеваем сыграть слон c5 шах. Ну и потом пешку просто защитить ходом a3. То есть вот такая вот интересная партия получилась. Потому что Натан Анан давил всю партию, но в конце вот ходом король f2 зевнул такую симпатичную тактику со стороны Майкла Адамса. И партия завершилась в ничью. Ну что ж, мы с вами посмотрели 4 ничейных результата. И теперь, соответственно, как обычно, на сладенькое я оставил результативную партию. Идем дальше. Итак, белыми играл Веселин Топалов, у которого игра, откровенно говоря, не идет в этом турнире. А черными играл Хикару Накамура. Итак, здесь у нас была разыграна, как мы видим, защита Каракан. Закрытая система. Значит, конь c6, конь f3, слон g4, c3, e6, b4. Белый вот таким вот образом подкрепляет пешку на поле c5. Значит, a6, конь d2, конь бьет e5, ферзь a4, шах. И здесь ранее все играли ферзь d7. То есть вот таким вот образом заканчивалось много партий. Например, после ферзь бьет d7, конь бьет d7, слон b2, конь f6, конь d4. Здесь у белых, скажем так, небольшой комфортный перевесик, связанный с тем, что они могут атаковать на ферзьевом фланге. Ну, не сразу, конечно, потому что пешка на поле c5 будет зависать. Но предварительно, например, поставив коня на поле b3. Так играли, например, Придоевич Борке против Зельчича в 2010 году. Хикарон Камору применяет новинку. После ферзи a4 он играет конь d7. Вот такой вот неожиданный ход, допуская ход конь e5. И после коня f6, вот здесь, на самом деле, следующий ход показывает нрав Веселина Топалова. То есть любой бы, но только не Веселин, сыграли бы прагматично. Они бы взяли на поле g4, после конь бьет g4 сыграли бы слон e2, и после конь e5 просто бы закончили развитие путем бракировка. Здесь у белых нет, как говорится, и тени проблем, так же и у черных, то есть позиция примерно равная. Но Веселин не такой. Он, как говорится, ищет бури, и он ее благополучно находит. c4. Вот такой вот сильный ход, белые вскрывают игру, но на самом деле это игра с огнем. Поскольку у Накамуры имеется сильный ответ a5, подрывающий ферзевый фланг белых. Конь b3, ab, ферзь b5, сохраняем связку, слон e7, c6, bc, конь бьет c6, ферзь c7, f3. Ну, полезный ход, потому что угрожало в вариантах после конь бьет e7, ферзь e5, шах, и королю не было бы отступления. f3, это на самом деле такая вот форточка, король готовится выйти на поле f2. Слон f5, конь бьет e7. Теперь на ферзь e5 последует просто король f2, владя b8, вот такой вот тонкий промежуточный ход, защищающий пешку на поле b4. И вот это вот критический момент. Здесь, опять же, Веселин Топалов мог сыграть довольно-таки интересно. Этот момент мы сейчас с вами изменим цвет доски и посмотрим более подробно. А Веселин Топалов в партии предпринял интереснейшую жертву ферзя, которая, сразу скажу, оказалась некорректной. Итак, в партии Веселин сыграл конь бьет f5, но мы же сейчас с вами посмотрим другое продолжение. Здесь был сильный ход ферзь a5 у белых. То есть, таким образом, белые защищают коня на поле e7, косвенно. Теперь ферзь бьет a5 была бы ошибкой, ввиду конь бьет a5, и нельзя играть король бьет e7, и закончится 6 вилка. То есть, в этом идея этого варианта, но ферзь e5 шах, конечно же, в этом вся соль. После короля f2 король бьет e7, слон d2, так, прошу прощения, слон d2, значит, атакуем пешку на поле b4. Теперь, вадя c8 нужно найти черный ход. Ну, вот, например, здесь ферзь d6, если мы вот так вот защитим пешку, это вообще явится грубой ошибкой, ввиду тычка c5, и черные неожиданно сразу проигрывают, поскольку пешка c5 защищена конем, но на конь бьет c5 последует просто слон b4 с решающей связкой. Поэтому вадя c8, вадя c1, король e8, c5, вот теперь вот таким образом белые продвигают пешку, мы видим, что пешка на поле b4 атакована, вадя a8, ферзь бьет b4, вадя b8, слон b5, приходится играть вот таким образом, ферзьем отходить некуда, иначе он везде попадает под размен. И после слон d3 вынуждается, как мы видим, ход, ну, а4 играть нельзя, там ферзь e2 еще летит. Слон бьет d7, король бьет d7, c6, шах, король e8, единственный ход, иначе все остальное просто за черных проигрывает. Показываю просто форсированный вариант, который человеку практически найти не подвластно. И здесь после ферзь f4, ферзь бьет f4, слон бьет f4, вадя бьет a2, шах, надо играть конь d2, ну, иначе конь теряется, и вадя c8. Вот здесь на самом деле у черных сохраняется перевес, но мы видим, что у белых не хватает пешки здесь, и получается окончание. То есть всех проблем, конечно, ферзь a5 ход не решал, но черным предстояло решать очень тяжелые проблемы. А веселин топалов, думая, что его позиция тяжелая, предпринял отчаянную и интересную жертву ферзя. И давайте вернемся к этому моменту. Итак, веселин топалов здесь сыграл конь бьет f5, пожертвовал ферзя, после вадя бьет b5, конь бьет g7, шах, король e7, ну, заслужил его внимания и ход король f8, но в этом случае конь бьет e6 должны были белые играть. Значит, cb, и вот здесь и хикару накамура ошибся. То есть он здесь сыграл конь c5, ход, который сразу же выпускает весь перевес. Покажу лишь, давайте не будем переключать цвет доски, ферзь e5, шах, здесь давал большой перевес. То есть сначала нужно сделать этот шах, и после слон e2 уже играть конь c5. Вся разница в том, что теперь взятий нет, ввиду того, что вадя на поле a1 становится не защищена. Поэтому вадя b1 становится ход вынужденной, ну и здесь черные залезают с копытами, играют конь d3, шах, король f1, играют конь бьет c1, самое простое, вадя бьет c1, и просто конь d7. И здесь вот выясняется, что конь на поле g7 попадается, и после конь бьет e6, fe, говорить не о чем, у черных здесь большой перевес. Мы видим, что ладьи у белых разрознены, ну а черные, как мы видим, здесь находятся в прекрасном положении. То есть со временем они разовьются, ладью выведут и начнут атаковать белых. То есть здесь у черных был большой перевес, но они же сыграли конь c5. После этого Василий Топалов сыграл слон b2, сильный на самом деле ход, конь бьет b3, ab, ферзь f4. Ну и вот здесь вот, опять же, Василий Топалов, так как думал, что его позиция тяжелая, он попытался закончить развитие, сыграл слон e2. Ход оказался неточным, но я вот присмотрелся к этой позиции, даже ладья a7, которая многими комментаторами рассматривалась, значит, с идеей конь d7 и конь f5 шах, вот таким вот образом напасть на ладью. То есть получается вот такой форсированный вариант, ладья бьет d7, король бьет d7, слон бьет h8. Приглядимся к этой позиции, здесь мы видим, что ладья и два слона у белых за ферзя, но король очень слабый. И на самом деле перевес здесь после единственного хода d4 у черных, так как угрожает ферзь e3 шах, король d1, ход единственный. И здесь, ну вот такой человеку реально не подвластно, здесь очень красивая геометрия. То есть ферзь b8 напали просто на слона, брать нельзя пешку, ввиду ферзь d6 и слон попадается под связку. Поэтому слон g7 и здесь ферзь a8 и грозим заехать, как говорится, сбоку. Опять же брать нельзя ввиду хода ферзь d5 со связкой, король e1, ферзь a1 шах, король f2 и здесь ферзь d1. Ну и вот здесь вот проблемы у белых, я вам скажу, серьезные. Поскольку ладья на поле h1 не играет, слон на поле f1 не выходит, а черные, как мы видим, съедают еще здесь и пешку на поле d3, плюс двигают пешку на поле d3. В общем, здесь позиция черных была близка к выигранной. А в партии было сыграно слон e2, последовал ладья c8, ладья d1 и здесь ферзь g5. Ферзь g5 еще сыграл хикару накамура, ход оказался также неточным, но я думаю, что хикару накамура просто хотел съесть вот этого коня, загулявшего на поле g7. Здесь у него был гораздо более жесткий ответ. Давайте опять уж не будем переключать цвет доски, чтобы, как говорится, не путаться. Здесь ладья c3 был очень сильный ход, перекрывающий слона, брать вообще нельзя, там пешка сразу проходит. А после рокировка неожиданно ладья c2 обратно и выясняется, что под боем два слона. Защитить их никак нельзя, надо играть слон бьет f6. После ферзь бьет f6 атакован конь, конь h5 и теперь ферзь e5. Снова двойной удар на коня и на слона, единственный ход конь g3, ну и здесь вот происходит вот такой переход в окончание две ладьи против ферзя, плюс пешка на поле b5 атакованная и она гибнет, как в случае b6, ферзь e3, шах, так и в случае ладья c1, ферзь бьет b5. И здесь у черных перевес. Конечно же перевес, поскольку пешка d проходная, ну и ферзь гораздо мобильнее, нежели вот эти две неповоротливые ладьи. Было уже сыграно ферзь g5 и здесь веселин топалов сыграл b6. Ну мне кажется, что здесь он похоронил свою позицию, на самом деле он здесь мог сыграть рокировка. После ферзь бьет g7 слон d4 вот таким вот образом укрепится и на ладья c2 просто ладья f2. И вот тут не так-то просто пробить белых, то есть ферзь, как мы видим, здесь далеко. Пешка у белых опасная, ее также нельзя скидывать со щитов. Ну и например ферзь g8, просто b6 и потом уже, как говорится, хотим b7, ладья a1 и ладья a8, ферзь. То есть здесь черным также нельзя было зарываться и позиция, как ни странно, компьютер ее оценивает как вообще равную. То есть позиция с нестандартным соотношением сил, но динамическим материальным равновесием. Ну а было сыграно b6, вот здесь вот уже позиция стала действительно плохой. Ладья c2, та же самая идея, которую я вам показывал, но здесь мы видим, что белые не успели рокировать. То есть здесь все совершенно плохо для белых, так как они еще вот на такой шаг нарвались. Ферзь e3, ладья e1, ферзь бьет b6, пешка упала. Ну и вот здесь вот на самом деле позиция белых, конечно же, абсолютно проиграна. То есть вот здесь вот они играли, 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 тут еще конь потерялся. Большой материальный перевес у черных, но вот здесь в один момент я вам покажу, что Хикару Накамура немножечко заигрался. Вот здесь вот интересный момент. Король f1, и вот здесь Хикару Накамура сыграл ферзь h6 с нападением на пешку h2 и может быть каким-то шахом-ферзем на поле h3. И плюс прорваться путем e4, то есть разорвать оборону белых. И вот здесь вот от всего этого защищал единственный ход, Топалов его не нашел. Здесь большие бы проблемы с реализацией возникли бы у черных, если бы Топалов нашел ход ладья b4. Косвенно защищая пешку h2 на самом деле и не допуская ход e4. Теперь вообще проигрывает ферзь бьет h2, неожиданно ладья h4 и ферзь попался. Но ферзь бьет g3, ладья g4 шах и выигрывают как ни странно уже белые, а не черные. Ну поэтому пришлось бы играть ферзь h3 шах, после короля g1 h5. Ну и здесь после ладья h4 и ферзь f5 возникает вот такая позиция. Здесь еще белые могут сыграть f4. Нападение на пешку на поле h5 и здесь крайне трудно, знаете, вот крайне трудно черным добиться прогресса. Все дело в том, что у них отдаленный проходной-то нет. Король здесь уже слабый становится. Пешки на одном фланге, плюс пешка на h5 падает. То есть здесь, мне кажется, вообще белые могли просто-напросто сделать ничью. Но пройдя мимо этой спасительной возможности, топалов сыграл король g2, получил удар e4 и после этого уже ничего не спасает белых, поскольку черные точными маневрами, как мы видим, съедают здесь весь материал. Король у белых гуляет. Ну и вот после вот этих предварительных ходов, ладья c6, здесь уже веселин топалов сдался, поскольку он просто теряет ладью. Либо эту ладью, либо эту ладью. Угрожает мат, ферзь c4. Единственная защита это, например, сыграть ладья c4, но после ферзи b3 шах, что делать? Непонятно вообще. То есть на король d4, ну казалось бы, может быть, таким образом можно защититься, но здесь шах. Шах и потом теряется ладья на поле e3. Ну а другим способом защититься невозможно, иначе ладья теряется. И на король d2, опять же, просто мы даем шах на поле a2 и там, опять же, фигуры везде зависают. Ну в общем, здесь веселин топалов сдался, ввиду того, что теряет фигуру. Ну что ж, вот такой вот интересный у нас сегодня выдался тур. 4 ничьи и 1 результативная партия. В принципе, турнир проходит очень интересно. Соперники рубятся не на жизнь, а на смерть. Но мне не остается ничего иного, как показать вам положение участников после 4 тура. Итак, положение после 4 тура вы видите на ваших экранах. Единоличное первое место пока у нас удерживает американский гроссмейстер Уэсли Со. У него 3 очка из 4. Итак, на втором месте Хикару Накамура. Он поправил свое турнирное положение, и теперь у него 2,5 очка из 4, то есть плюс 1. Также 2,5 очка из 4 имеют Ливона Ронян, Фабиана Каруана и Владимир Крамник. На рубеже 50% остановились такие гроссмейстеры, как Вишанатан Анант и Аниш Гири. Максим Вашьевограф, значит, находится у нас на отметке минус 1 с полтора очками из 4 возможных. Ну и Майкл Адамс и Веселин Топалов замыкают турнирную таблицу. У Майкла Адамса 1 очко из 4, а у Веселина Топалова всего лишь пока половинка. Если обзор вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами же был комментатор Олег Саламаха. Всем спасибо, всем пока, играйте в шахматы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok